Друзья, меня зовут Максим Асовский. У нас сегодня лекция на тему введения в систему Смотрите, я обычно прошу здесь по 6 человек, потому что мне кажется, что 6 человек это оптимальное количество для работы в группе, поэтому можете вы еще третий стол организовать так, чтобы у вас на этом столе поместились листы ключа, чтобы можно было что-то написать. Спасибо. 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 Друзья, а если я, например, вас попрошу нарисовать, как устроена система здравоохранения в Российской Федерации? Давай. Вы такое сделали? Нет. Давайте посмотрим вот широким взглядом, как устроена система здравоохранения в Российской Федерации. Значит, и на это 15 минут. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Отдельно у нас структура выделилась, что они посленно участвуют, да, связанные с педагогенниками, это школы, детские сады и дяди. Там гораздо же бывает ситуация, и отдельно выделилась у нас страховая компания, в принципе, сюда еще и могут часто туда попасть, это отдельная структура. Вот такая вещь. В связи с вами, мы занимаемся в Министерстве, в Саимодействии, в Мангейске, в Мангейске. Вот мы начинаем с КЦН, сюда мы начинаем с КЦН, а вот там есть рекомендуется. Продолжение следует... Спасибо. 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 ... Спасибо. ... 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 Ну вот, дальше у нас в этой презентации идет как это может выглядеть по-другому. то есть вот другое видение этой системы здравоохранения системы медико-производственных комплекс системы медицинского образования. То есть, ну так скажем, чуть более структурировано, где-то это есть в ваших работах тоже, но это другой взгляд. Значит, а есть, например, такая схема называется инновационная модель развития здравоохранения. Ну здесь, наверное, плохо будет видно. Тут речь идет о медицинских кадрах, о развитии технологий, о материально-техническом обеспечении, о материале медицинской науки. А вот такая модель регионального департамента здравоохранения. То есть представлено, может, что это было. А еще у нас есть, например, то, как система здравоохранения представляет в системе государственной власти США. Я вам могу забросить эту презентацию. Она нужна была для того, чтобы в рабочей группе по разработке информационной системы рассказать о том, как можно готовить эту систему. Ну вот, смотрите, министерство здравоохранения включено в большую систему государственной власти США. Показано, как вообще здравоохранение взаимодействует с другими департаментами и внутри каких процессов находится. То есть здесь и судебная власть, и исполнительная власть, и кабинет министров, и другие министерства, и агентства по охране окружающей среды и так далее. То есть еще более широкий взгляд, чем я вам предложил создать. Ну и я вам хочу сказать, в итоге можно посмотреть на систему финансирования. То есть представить систему здравоохранения как процесс финансирования. То есть найти источники финансовых ресурсов, обозвать это как финансовые ресурсы для здравоохранения, обозначенные направления использования средств. И это все разные взгляды. И, в общем-то, я вам должен признаться, что какой-то одной модели, вот, например, взять и сказать, а вот на самом деле в интернете есть такая вот модель здравоохранения, к которой вы должны прийти вот рисуя. Нету их. Более того, вот было очень хорошее исследование правоохранительных органов. То есть оказалось, что в России просто отсутствует модель какая-то, в которой можно представить систему правоохранительных органов. То есть, ну, нету министра, например, внутренних дел, таких картинок, которые вы рисуете, где были бы обозначены орг структуры, которыми он управляет, процессы, которыми он управляет, кто в них участвует и так далее. И целый институт на грант пытался эту систему выстроить, нарисовать, ну и, соответственно, потом найти в ней дублирующие какие-то подразделения, показать, где процессы смыкаются, какие процессы друг с другом не состыкуются и так далее. Но это серьезная и интересная, конечно, работа, которая под силой целого института. Но это будет взгляд только одного института. Я сейчас выключу это все, презентацию я вам вышел, и начну, наверное, рисовать, потому что мне хочется вам рассказать, как вообще можно представить первую систему. А вы мне помогите, направьте на меня камеру, чтобы это все не потерялось со временем. Ну, во-первых, в системе есть в любой план организационных структур. И вот такие квадратики, которые вы рисуете, вот ими действительно можно описать какую-то систему. Сказать, что вот здесь один живет в квадратике, здесь вот несколько у нас человек, это вот у нас и портально, тут вот какой-то отдел есть, тут вот у них тоже подразделения какие-то. Ну и, по сути дела, вы этим и занимались, да? Пытаясь разрисовать организационные структуры сферы здравоохранения. Вообще, история таких изображений, она очень интересная. Я бы сказал, что это дерево в таком случае. Ну, вообще считается, что это деревья. Смотрите, вот здесь какой-то смол. Сначала портничего. Главное подразделение. Второстепенное подразделение. Я вам хочу сказать, что вот так вот организационную структуру в конце девятнадцатого века, наверное, в коллегии текстов, и в нем описывается родство первых людей. Помните, да? Да. Но я вам хочу сказать, что, казалось бы, такая простая штука, как генеалогическое древо внутри Ветхого Завета. первый раз изображается почти в десятом веке нашей эры. То есть проходят тысячи лет, прежде чем… А вы Библию открывали, естественно, и, возможно, пролистывали то, что там… вот такой огромный текст, кто кого родил, кто с кем, значит, был, и кто чей родственник… В смысле, Ветхий Завет? Да, да, Ветхий Завет, да. И вот этот вот толстый текст, огромное количество страниц, он в виде простого изображения появляется спустя тысячу лет после того, как он записан. То есть человек, по сути дела, положил изображение гораздо позже, чем смог, ну, передать словами, а что, собственно, там происходило. Точно так же, в общем, и в наших вот повседневных каких-то вещах, когда мы друг другу можем рассказать про систему здравоохранения или, там, рассказать про нашу организацию, мы это сделаем проще словами, и только, я считаю, недавно у нас появились такие инструменты, большие листы бумаги, которые можно купить в магазинах, маркеры, которые мы можем чертить так же, как веточками на песке, но при этом у нас не будут смываться наши изображения, мы их можем вешать на скотч, ну, а вы помните, раньше были доски же головные, то есть надо было стирать, что написано. Только недавно мы смогли получить такой инструмент, который мы можем описывать или разрисовывать какие-то большие наши представления о динамики. То есть, вот смотрите, у нас получается, что в верхнем завете описана какая-то структура связи, изображение этой структуры связи появляется в 10 веке нашей эры, а в практику производственную, в практику деятельности у нас изображения попадают в конце 19-го века. Ну и в начале 20-го века об орг структурах говорят много. Ну как много? То есть для меня много, потому что есть примерно десяток изображений, которые появляются и в Советском Союзе, о них пишет Платон Керлинцев, например, один из первых председателей Совета Министров. Ну, значит, это должность председателя правительства. Революционер, философ, исследователь теории организации труда. О них пишут на Западе. Форд рисует первую структуру у себя, это корпорация Форд. Слон Альберт, директор, Дженерал Модекс рисует организационные структуры. Это позволяет людям взглянуть на предприятие. То есть оно, естественно, не выглядит вот так. Даже если мы подлетим над какой-нибудь структурой, над каким-нибудь крупным заводом, мы не увидим, что там будет вот такая схематизация. Но мы ее можем так изобразить. То есть история человечества нам дает вот такой костылек, или такой протез, чтобы понять, как устроена у нас какая-то сложная система. Это первый план, это организационный план. Второй план деятельности, это план процесса. Попытались рисовать в свою форму структуру какие-то стрелки. Ну и если мы будем писать, откуда и куда идут деньги, какие-нибудь рубли, то мы будем вот так вот это расписывать. И вот сюда у нас едут какие-то машины. Скорая помощь, да? Кого он везет? То есть у нас какие-то представления о том, какие процессы идут в организации, но интуитивно. Вот в нашем сознании они живут, мы никогда не видели, как изображаются организации. Правда, с вами? Но мы вот так вот будем изображать процессы. Ну и, по сути дела, представление о том, что вообще в нашей жизни присутствует какой-то процесс, но оно сумасшедше позднее. То есть вы представляете? Люди тысячи лет жили на Земле, и только Дарвин сказал о том, что ну а я вот вижу в истории развития мира некий процесс эволюции от низших каких-то там организмов к выше, и я вот рискую вам об этом всем заявить. Он 35 лет держал это в себе. Он нарисовал тоже вот такую древообразную схему о том, как развивался, по его мнению, животный мир на Земле, и через 35 лет только ее смог опубликовать вместе с той книгой, которую он написал о возникновении живых существ на Земле. То есть он увидел вот этот процесс на неком таймлайне, на некой линейке времени. Ну и, по сути дела, это что это такое? Это тоже генеалогическое древо, положенное, по сути дела, горизонтально. То есть он увидел развитие мира как процесс. Ну и, в общем-то, то открытие, которое совершил Тейлор в конце 19-го века, это тоже существенное открытие, повлиявшее на наше представление об управлении и на теорию системы тоже. Что делал Тейлор? Тейлор наблюдал за рабочим, который носил мешки. И сказал, что, а если мы опишем его действие за грузчиком, если мы опишем его действие и отрегулируем, например, какой вес ему брать, когда ему удобно это делать, значит, понаблюдаем за ним и посмотрим, каким образом ему лучше брать груз, то, возможно, мы получим большую эффективность, чем если бы, в общем-то, этот процесс шел стихийно. И он стал наблюдать за одним рабочим, предложил ему действовать определенным образом и, конечно, повысил его эффективность несколько раз. На этом, кстати, ну, если вы знаете, был построен стахановский метод в Советском Союзе. То есть стахановский метод в Советском Союзе это не что иное, как применение системы Тейлора в условиях коммунистического или социалистического общества. То есть когда в Собое Шахтер работал не один, а как бы была выстроена такая цепочка поддержки коллективной действием одного рабочего, что можно было сильно, ну, в разы увеличить эффективность Собоя. Но что для этого нужно было увидеть? Нужно было увидеть процесс на предприятии. Ну и, в общем-то, если система Тейлора является некой теорией о процессах, то его товарищ Гетри Гантер, который вместе с ним работал в кружке Тейлора, предложил методику организации процесса. То есть что предложил Гантер? А вы знаете, что предложил Гантер? Вы слышали когда-нибудь про Гантер? Есть график Гантера? Да, таблица Гантера предложил. То есть когда есть некий временной таймлайн, есть какие-то подразделения, и на этот таймлайн можно положить работу этих подразделений и сказать, что эти начинают в это время, эти в это время. То есть он предложил такой нотный стан для организации деятельности. То есть вот по этому таймлайн можно было начинать работать как панель. Следующий процесс, который нужен, следующий план, который можно видеть в системе, кроме плана процессов и кроме плана орфоструктур, это план связи. То есть кто с кем связан. С одной стороны просто, а с другой стороны непонятно, что является связью, а что является процессом. Я, честно говоря, сам не всегда хорошо разбираюсь. И четвертый план – это функциональный план. А функциональный план – это вот в местах этих орфоструктур существуют какие-то узлы, или элементы этих орфоструктур. Ну у вас там это все есть. И вот эти узлы внутри этих орфоструктур работают определенным образом. У них есть определенный функционал, который они должны выполнять, я бы нарисовал так, каждый день. Ну и соответственно, когда мы смотрим на систему, мы не можем на нее посмотреть из всех этих четырех планов сразу. Это очень, ну такой какой-то не тренированный взгляд должен быть. То есть посмотреть и увидеть функциональные узлы в этой системе, увидеть полностью всю орфоструктуру этой системы, увидеть каким узлом вот сама эта система является в большой, глобальной, международной системе разделения труда. Как она там устроена? Какое место в этих узлах занимают конкретные люди, персоналы? Как они связаны между собой? Внутри каких процессов они находятся? Ну и, по сути дела, я, ну такое вступление, да, или часть какую-то того, что я вам рассказываю, могу закончить только один. Ребята, вот все сложно. Человечество еще не придумало универсальные схемы для того, чтобы описать такие процессы. Хотя, в общем-то, есть сейчас программное обеспечение, которое позволяет разработать, вынести в компьютер орфоструктурный план, процессный план, описать как-то функционал и расписать связи. Но, честно говоря, я только об этом слышал и точно вам могу сказать, за то, что такой сервис есть, не могу. Хотел бы называть царис, я вот еще поисследую немножко и вам точно скажу, есть там? Нет, там точно есть. Я начинаю говорить, само описание, как самоцель, его рассматривать не надо, да? Может быть тяжело, сложно описывать, но зачем описывать? Если вы сейчас понимаете так, что не нужно описывать, если тебе есть задача, под задачу ты можешь какую-то часть описать, какую-то деталь на себя описать, какой-то разрез взять, в разрезе описать одно. Может быть, скажем, это однопока, но ты решаешь задачу и тебе это помогает. В принципе, то, что вы знаете, есть точно, есть такие системы. Ну и нет задачи все описать. У кого-то есть. У нас нет, у кого-то есть, конечно. Потому что выстраивали сложные эти. Ну, а ну, ты вот опишешь, а потом этим управлять тяжело, поэтому все будешь описывать, это все сложно. То есть только когда ты описал просто, а потом описал, сразу тяжело. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Вы правы. Я хотел на этом заострить внимание чуть позже. Давайте какие-то вопросы есть. Вот я здесь точку поставлю. Нет? Значит, действительно, вот то, о чем вы говорите, в истории теории управления, вот я вижу, как разворачивающиеся конфликты вокруг, ну, казалось бы, обыденных вещей. Вот в начале 20 века, например, ну, те революционеры, которые организовали советское государство, они достаточно много спорили о том, что такое организация. Одни говорили, что организация – это механизм, ну, который вот так вот можно описать, запустить, и все поедет как бы само, как машина. А другие говорили, что организм. А вот казалось бы, ну, какая разница? Организм, в отличие от механизма, он растущий. То есть, описать его очень тяжело. Ну, и если бы у нас было бы время еще, и я так, чуть-чуть получше подготовился к тому, что я здесь буду рассказывать, потому что во многом я, ну, то, чем вы занимаетесь, узнал там несколько минут назад, то я бы вам показал очень интересный ролик компании Автокад о том, как компания жила на протяжении 3,5 лет. И там очень здорово показано, как, ну, по сути дела, каждый день возникают какие-то новые департаменты в разных местах, как какие-то департаменты отсекаются, да, ликвидируются, какие-то присоединяются вот такими соцветиями, и видно, что компания живет. То есть, действительно, вот описать ее каким-то жестким образом невозможно. То есть, это представление сразу разрушится. А с другой стороны, невозможно управлять никаким предприятием, не понимая, как оно функционирует, из чего оно состоит, какие процессы и связи существуют внутри такого предприятия, такой организации. И само понятие управления в этот момент тоже нами должно быть, как мы говорим, проблематизировано. То есть, а что такое управление? Возможно ли на стол руководителя положить какое-то такое представление, такой график, такую схему для того, чтобы он начал управлять таким механизмом? Непонятно. Ну, вернее, я бы сказал сейчас, что мне ближе такой взгляд, что с течением времени, но, по сути дела, большие предприятия и предпринимательская деятельность такая в индустриальных масштабах у нас существует только в последние 100 лет. Я бы сказал, что управление возможно только тогда, когда весь коллектив включен в этот процесс. Потому что если… Ну, вы видите, у нас три стола про систему здравоохранения. А давайте представим теперь, что один стол у нас – это, ну так скажем, министр здравоохранения со своим ближайшим кругом. Другой стол – это у нас какой-нибудь департамент региональный, а третий стол – это просто лечебно-профилактическое учреждение какое-нибудь. И ведь когда все говорят о системе здравоохранения, у них три разных представления, как они понимают друг друга. То есть, понятно, что необходимы какие-то механизмы синхронизации этих представлений, если это большое предприятие. Ну, мы взяли вот сейчас такой большой масштаб, и, конечно, я вам хочу сказать, что и большие предприятия, и большие страны, и регионы, ну, там, области, города, испытывают проблемы с тем, чтобы, ну, наладить такую коммуникацию друг с другом, чтобы понимать вообще, а что на самом деле происходит. То есть, по идее, для меня было бы идеально, если бы вся страна периодически садилась бы за круглые столы и рассказывала бы вообще, что происходит. Ну, точно так же, как я это делаю на каких-нибудь сессиях, там, в компаниях, типа Марс, который шоколадки выпускает, или бритш-американ табак. Ну, да, но посмотрите, какая модель на съезде партии. То есть, один человек, как я, что-то транслирует, все другие сидят, слушают. Я вот сегодня читал, кстати, о встрече главы администрации президента Володина с мэрами городов. Я думаю, что города, даже более ключевые, мэры городов и города более ключевые узлы в стране, чем в губернаторах. И фигуры мэра, ну, гораздо важнее. И, конечно, когда мэры собрались, с ними надо обсуждать, как развивается государство. Но, к сожалению, когда он предложил задавать вопросы, в зале повесил палку. Потому что, в общем, ну, они не привыкли сидеть вот так вот за круглыми столами, обсуждать. Какое у нас здравоохранение, какие у нас города, как они могут выглядеть в будущем и так далее. Ну, я вам, собственно, рассказал немного про представление о системе. Я хочу сказать, что это представление о системе у меня сложилось от того, что я в течение двух с половиной лет в последнее время провожу игры в разных компаниях. Ну, в тех, о которых я вам сказал. Ну, еще в Ernst & Young, в PricewaterhouseCoopers, в SAP, в некоммерческих организациях, в маленьких организациях, в больших организациях, ну, там, среди людей, там, от 12 до 100 человек. Люди сидят за круглыми столами и вот так вот рассказывают друг другу о том, чем они занимаются. Причем не только рассказывают, а рисуют это. Рисуют это, потому что рисунок – это такое же средство поддержки мышления, как текст. Ну, тот, который мы говорили. Ну, и для себя, конечно, я выяснил, что вот такие штуки, типа Лего, это тоже средство поддержки мышления. То есть в Лего мы можем сделать более объемную модель своими руками того, чем, собственно, мы занимаемся и как выглядит наша организация – будущее или настоящее. Еще я люблю использовать пластилин, когда люди делают это не с помощью Лего, а лепят какие-то фигурки. Мне кажется, что это дешевле, чем, собственно, Лего. Но вся методология дизайн-мышления, конечно, тоже построена на том, чтобы из простых дешевых материалов делать какие-то прототипы деятельности. Я называю это динамические прототипы. Потому что все-таки то, что мы нарисовали, оно не двигается. А если мы что-то сделали вот такое объемное, можно этим поиграть. Моей мечтой, конечно, было бы, если бы у нас была какая-то программа, где мы описали, мы бегали и показывали, в общем, чем они должны заниматься. В идеале, чтобы мы сняли такое кино про нашу организацию, а как она должна жить каждый день так, чтобы заработать много миллионов денег, чтобы каждый сотрудник себя в ней увидел и сказал, ой, это я вот, что мне там завтра надо делать? Мне надо завтра идти, я не знаю, в министерство куда-нибудь оформлять документы на ГОЗА. А вот здесь вот я встречаюсь с нашими контрагентами, это будет через месяц. А вот здесь я уже пошел зарплату получать и не делается. Ну, к сожалению, вот пока у нас таких фильмов нет про организацию, поэтому мы, ну, собственно, ищем. Ну, мы, я имею в виду, мы в своей компании, да, какой-то, и вы здесь ищите, как, собственно, можно представить деятельность так, чтобы потом, ну, вот ее выложить на какой-то стол и сказать, а вот мы здесь все, которые ладони ведут. Лекция моя называется «Введение в систему наследеятельности патроны». Почему в систему наследеятельности патроны? Потому что, ну, с одной стороны, здесь слово есть «система», да, и я вам про систему рассказал. Теперь я вам должен рассказать, что за то есть «Васледеятельность». «Васледеятельность» — это представление, которое мы взяли из работ Московского методологического кружка, который возник в 1950-е годы в Московском университете. Была такая группа философов, которую собрал Георгий Петрович Чедролицкий, которые думали о философии, о логике, о педагогике, ну, и вообще о том, как устроен мир. И, собственно, в метрах этого кружка родилось несколько схем, которые, в конце концов, завершились так называемой схемами следеятельности. Я вам немножко расскажу про эту схему, потому что это достаточно интересно. Одной из такой схем является схема актодеятельности. Вот Георгий Петрович считал, что сам акт деятельности любой можно описать следующим образом. Это когда из исходного материала получается конечный продукт. А как оно получается? То есть это целенаправленное действие, здесь должна быть цель. И мы здесь используем знания, способности и средства. Ну и, собственно, мы где-то вот здесь сами стоим и смотрим на нашу деятельность. Вот это схема акт деятельности. А вот дочь моя ей про эту схему рассказывала, а потом как-то спросила, скажи, ты помнишь схему акт деятельности? Она говорит, помнишь, нарисуй меня, пожалуйста. Она вот там вот ее рисует. Это говорит я. Это моя цель. Это знания, способности и средства. А что еще? Ну то есть мы же часто очень думаем у друга, спрашиваем, а какая у тебя цель в жизни? Ну и типа давайте как сборная германия беречь буром эту цель. А внутри любой деятельности есть изменения как-то. Ну изменения мира, развития. То есть мы можем посмотреть, как это вообще в истории все происходило. Как из исходного материала, который вокруг нас, появлялись конечные продукты, которыми люди менялись друг в друга в истории, на рынках. Возникали какие-то человеческие сообщества, ярмарки, потом города. Ну и по сути дела мы бы вот так дошли до мобильных телефонов с вами. Потому что не было бы, если бы этого процесса исходный материал, конечных продуктов, не было бы мобильных телефонов. Иногда спрашивают, а если у нас нет исходного материала и нет конечного продукта, то мы собственно чем занимаемся? А мы находимся тогда внутри какого-то процесса, когда из исходного материала получается конечный продукт. И собственно вот этот процесс надо увидеть. И его надо увидеть и в образовании. А что в системе образования является исходным материалом, а что конечным продуктом. И какие критерии мы предъявляем либо к мышлению, либо к человеку, который оканчивает музыку или интенсивно. И к здравоохранению. Можем мы здесь тело рассматривать как исходный материал, которым мы применяем свои знания и способности исследований? Или что-то другое мы должны туда положить внутрь, когда у нас есть система здравоохранения? Или вот когда у нас есть какое-то предприятие, которым мы занимаемся, и оно в этом процессе превращения, оно в какое место занимает? Какое место она нашла в системе разделения труда? Там, где мы сами продукт не создаем, но за что-то получаем релку от того, что этот продукт продается, от того, что он меняется. Ну и, собственно, это вот тема, над которой можно подумать. Я вам хочу сказать, что, несмотря на кажущуюся простоту, эта схема такая эвристичная. То есть в любом предприятии всегда есть о чем подумать, глядя на нее. Тут не откажешься от простоты. А там вот, когда мы внутри процесса, у нас же есть тоже такая же схема? Правильно? Конечно. Ну вот я ее перерисую, исходный материал, конечный продукт. Вот здесь что-то происходит, то есть тут какая-то лезь. Знаете, я однажды спросил, то, что мы делаем, когда люди сидят за круглыми столами, описывают свои организации, мы это называем играми. Ну потому что нельзя же серьезно относиться к тому, что мы взяли и зарисовали систему здравоохранения или там свое предприятие. Ну можно и с работы вылететь, если что-то неправильно зарисовать. Поэтому, чтобы снять все эти риски, мы говорим, что айфа и грамот. И я как-то спросил у заказчика, ну вот как бы вы сами нарисовали систему предприятия. И заказчик сказал, ну у нас вот так вот, вот что происходит. Так что вот это вот тоже схема определенная того, что может происходить на предприятии. Ну то есть вот здесь вот какая-то деятельность. Ну вот смотрите, мы для того, чтобы задуматься из какого исходного материала, какой у нас конечный промокт происходит, что во что превращается, смотрите, мы на нашу деятельность должны посмотреть вот через такого слоя. Вообще он в схеме деятельности называет слой коммуникации. Но я бы сказал, что это и слой управления тоже. Потому что нам надо обязательно, чтобы свою деятельность увидеть, выйти куда-то и посмотреть на нее сверху. Ну и по сути дела, когда я думал над этими играми, как они должны быть устроены. Ну я знал, конечно, что люди должны собираться за круглыми столами, сидеть и так далее. Но я думал, что я как раз тем самым моделирую эту ситуацию. Что у нас вот здесь круглый стол, а так вот люди смотрят на свою деятельность. То есть они ее должны нарисовать. Потому что таких людей много. Я вот двоих их нарисую, но на самом деле их может быть бесконечно много. И они вот так вот смотрят на свои дни. Ну и то, что я нарисовал с такими полукругами, это называется организационно-техническая схема, которая была в кружке тоже. Она как бы показывает, что для того, чтобы управлять какой-то деятельностью, ее надо захватить. Ну прямо в буквальном смысле. Потому что если бы меня спросили, а что такое управление, я бы сказал, это то, как ты можешь представить то, чем ты управляешь. То есть если вот, например, вы нарисовали систему здравоохранения, мы поговорили об этом. И если бы нас было бы здесь человек стол, я считаю, что у нас сформировалась бы команда, готовая бы управлять системой здравоохранения в стране. Ну в буквальном смысле. Потому что если ты чем-то хочешь управлять, ты должен просто представлять, ну не в голове, а вот так вот выкладывать на бумагу свой объект управления. Если ты его выложил, ну например, вот так вот собрал свою деятельность, свою организацию, ну и следует, то ты ее управляешь, сейчас ты ее захватил. Соответственно, пока ты ее не выложил, пока она у тебя сам в голове только, пока ты с друзьями не обменялся, что у тебя за организация, ты ничем не управляешь, только думаешь об этом. Ну как ты себе там представляешь? Значит, смотри, вот этот слой коммуникации, я вам сказал, что он имеет непосредственное отношение к управлению, он состоит из таких рисуночек. То есть вот смотрите, здесь как бы два позиционера таких, да, ну то есть мы говорим, что это не люди, ну хотя вы можете представлять себя лишь людьми, но на каждом таком человечке может быть отделка или ну какая-нибудь группа людей или социальный класс какой-то. И они вот так вот, когда друг с другом общаются, или хотят что-то друг другу рассказать про объект управления, или вообще про жизнь, то у них существует вот такой разрыв коммуникаций. Ну по последним исследованиям, вообще считается, что 70% того, что мы говорим, не передается. То есть у меня нет никакой иллюзии того, что то, что я буду вам говорить сегодня будет понят неправильно. И в менее 5%. А сколько? 5%. 5% будет только понят. Да, да, да. Ну может быть 5%. Но поскольку мы рисуем, у меня есть надежда, что что-то будет понятнее лучше. Значит, смотрите, то есть люди друг друга не понимают. Люди друг другу, когда они работают, люди друг другу, когда они работают, не могут передать ту сложность, которую они видят. И должны быть какие-то специальные процедуры, я бы назвал это организацией, да, процесс, ну, любое производство, оно у нас называется организацией. Ну, как бы в языке мы ловим, что должна быть специальная организация, то есть нужно специально организовывать людей, чтобы они начали друг друга понимать. Если они понимают, то у них возникает какой-то вместе рабочий язык, они начинают в этом рабочем языке разговаривать, начинают лучше понимать друг друга. И вот этот феномен на схеме наследелительности выглядит следующим образом. У людей как бы появляется другое мышление, общее, то есть если раньше у каждого на таких, ну, можно сказать, мониторчиках сознания были разные вещи, разные образы о том, как выглядит, ну, допустим, какое-то предприятие, то в результате общих деятельностей, когда люди возвращаются в какую-то свою организацию, обмениваются друг другом представления, то у них вот эти мониторчики становятся, ну, я бы сказал такими, одинаковыми. И здесь нужно поподробнее рассказать об этих ноутбуках, которые я здесь рисую. Вообще подход к теории наследелительности входит из того, что мы сильно детерминированы нашим окружением. По сути дела у каждого из нас за теми словами, которые мы говорим, стоят разные опыты. Ну, как бы мы, детка, едим разную еду, смотрим разные фильмы, читаем разные книги. Для меня самым большим откровением лет 15 назад стала такая маленькая статья из рурнала «Космополит». Я не буду спрашивать, кто из вас не знает слова татами. Мне достаточно того, что в «Космополит» написали, что женщины не знают слова татами. И я подумал, ну, как же это может быть? Так же не бывает. А потом стал спрашивать, значит, оказывается, правда не знает. Но это не критично, потому что мы живем в таком мире, где, ну, например, если сюда зайдет строитель, он вам скажет, как называются вот эти штуки, которые висят. Ну, скорее всего, многие из нас не знают, а у каждого из этих предметов есть какое-то наименование. И мы, по сути дела, с вами близки только в одном. Мы разговариваем на русском языке, и у нас возможность понять друг друга гораздо выше, чем у меня и, например, у жителей Азии, например. Или у жителей, я не знаю, Тамара. Ну, потому что просто у нас с вами лексикон хотя бы один и тот же. А кроме этого, друзья, мы кроме того, что мы за каждым объектом видим разное, у нас еще и план процессов у каждого разный. То есть, по сути дела, если, ну, кого-то из нас попросить организовать продажи какой-то продукции сейчас, то сценарий у всех будет разный. Ну, сценарий, что человек начнет делать. А может быть, кто-то вообще встанет в ступор и скажет, а я даже не знаю, как начать. И, например, ну, вы знаете, что есть люди, которые ни разу не уезжали за границу и, там, в аэропорту, например, у них стресс, куда идти. В общем, как-то так попасть на самолет. А люди, которые это делают постоянно, у них вообще нет никаких с этим проблем. И поэтому, когда мы с вами говорим о деятельности, мы в то же время держим определенный план процессов, который у каждого разный. Ну и поэтому нам все видится, собственно, по-разному. Ну и в общем, если продлить эту стену, сказать, что на самом деле вот эта цепочка непонимания, она идет откуда-то из глубины веков, и люди с большим трудом налаживают этот процесс общения во всяких конфликтах, формируют этот язык, формируют свою деятельность. И, собственно, вот такой процесс в истории можно назвать мысль деятельности. Потому что это не только какая-то совместная деятельность, это еще и коммуникация, и еще и приведение общего мышления в соответствии друг с другом. И это такой вот большой процесс, который Георгий Петрович увидел как один. и назвал его мысль деятельность. Вы думаете, легко мне об этом рассказывать? Очень хорошо. Потому что, например, такой социолог Рангл Холлинз, я об этом сегодня выяснюю себя пишу, увидел, например, он считается макросоциологом, причем не просто макросоциологом, а историческим макросоциологом. Он увидел этот процесс как поколенческие цепочки философов и мыслищиков. Он представил в истории, то есть он изучал много всякой литературы философской, биографической, исторической, и вдруг увидел, что в истории существуют только школы и поколения философов. И можно проследить, как, по сути дела, от Аристотеля какие-то мысли, идеи передавались через века, ну и пришли к нашим современникам. То есть можно прямо от учителя к ученику разлететь, как вот эти произведения, которые рождались мыслителями и философами в Западной Европе, не прерывались, а обогащались, уточнялись и так далее. Ну, кстати, есть очень интересный проект у математиков, когда можно прямо от Лейбницы, а он считается, по сути дела, ну, я, во всяком случае, считал его первым математиком, как от Лейбницы идут вот эти тоже, не прерываясь, цепочки учеников, и вот, например, можно проследить, да, Софья Ковалевская, но потом какой-то вот взрыв науки, взрыв образования, и, в общем, по сути дела, сейчас тоже можно, если взять какого-нибудь великого математика, найти, собственно, а в каком поколении он находится от Лейбницы, где его, как бы, отцы-учителя находятся. Ну, то есть вот такая есть цепочка поколенческих связей. И это, конечно, тоже вот единый процесс. И если посмотреть на этот вопрос так, что существуют только интеллектуальные сети, которые разбросаны в истории, идут сквозь историю, существуют в пространстве, и вокруг этих сетей формируются крупные города. и они формируют язык, и вокруг них формируется государство. И это тоже вот процесс наследительности. И я, наверное, еще сильнее вас запутаю, если я скажу, что, ну, от одного человека в этом процессе вообще ничего не зависит. То есть, по сути дела, вот это мышление, которое растекается по территориям на земном шаре, оно существует в веках, и не города формируют то, как туда соберутся какие-то интересные люди, а люди, которые заряжены тем, что Холлинс называет интеллектуальным капиталом, создают эти граммы. И вот такая случайность, когда в одном месте вдруг собирается много интересных людей, философов, предпринимателей, математиков, химиков будущих. Это тоже имеет непосредственно отношение к неследительности. Но это случайный феномен. И трудно сказать, например, может быть, он объяснил просто хорошей погодой где-нибудь в Калифорнии, или в Китае, или в Западной Европе, где климат позволяет одновременно собираться каким-то неуспокоенным людям. и, смотрите, вот так, как на местные, обмениваются друг с другом очень разными представлениями. И обмениваясь друг с другом вот этими разными представлениями, люди внезапно обогащают себя сумасшедшим образом, и из этого обогащения получают великие всякие проекты. Давайте еще раз это рерисуем. То есть здесь у нас какая-то деятельность идет. Исходный материал, конечный продукт. И я вам говорил, что для того, чтобы эту деятельность увидеть, надо вот так вот выйти в этот слой, в коммуникацию, в управление. И там, кто выходит в этот слой, в общем-то, можно назвать такой управляющей позицией. И я вот таких управляющих позиций, кроме того, о чем я вам рассказал, выделяю 6 штук. Может быть, кто-то выделит больше, но у меня их пока 6. Потому что я их взял из схем, которые есть в Microsoft Solution Framework, в корпорации Oracle и так далее. Я думаю, что они вам пригодятся. Это как раз о том, как разные позиции по-разному ведут деньги. Но они в том случае все, конечно, обмениваются друг с другом, и никто никого не понимает. Ладно, давайте я остановлюсь. Если есть какие-то вопросы. Ну это пока всё. Насчёт индивидуальной общей такой церкви идёт. Игорь Кузьмин, да. Игорь Кузьмин, а вот вы говорите, есть сначала интеллектуальные люди, а потом отменивграда. Интеллектуальные люди, если бы здесь, как бы, не через образование, а через осмысление своего времени, Чем больше людей, тем вероятность больше. 2% интеллектуалов. Если люди здесь хорошо размножаются, то здесь в течение времени сформируется больше 10. Такой мулей получается. И потом они уже к себе притягивают, потому что массовка есть, к нему уже быстрее провести. Такая энергия притяжения. Вот как в бринтах. Вот есть такое место, не знаю, с чем связано, но много людей сюда притянулось. Так? Еще? Ну, давайте, значит, вот здесь еще я вам расскажу, что происходит. Шесть позиций. Первая позиция – это такой архитектор. Он вот эту деятельность сначала представил у себя в голове. или сделал прототип какой-то будущей деятельности, но она у него в голове сначала возникает. Ну, может быть, несколько человек, друзья, нам сказали друг другу, давайте откроем предприятие и будем кафе делать. Ну, у них два разных пока представления, и они садятся и укладывают друг другу, как они, собственно, видят это кафе, потому что сто процентов у каждого из них какое-то свое возникло. У меня друзья, которые занимаются NLP, они, значит, научили, сказали, в NLP известный эффект. Представьте себе кошку в этой комнате. Вот просто представьте. Кошку в этой комнате. Все представили? У вас где сидит кошка? Она идет. А какого цвета? У меня под столом лежит. Где? Ну, где-то сзади под столом. А у вас? Ну, там, как говорится, серый такой кошминский. А у вас? Белый. Ну, серо-белый кляшник. А у меня все превратились в кошку. А у вас? Кошка сидит на полу? Да. С серого цвета. С серого цвета. Да. У меня возникли британец высокий. Ну, видите, как по-разному все. Казалось бы, ну, кошка... У меня, честно говоря, серая там была. У тебя как? Где? У меня моя кошка, она там. Серая тоже, да? Ну, видишь, мы с тобой все вместе. Я вам сейчас кошку покажу. Ну, и, собственно, и кафе точно так же у всех разный. Вот, то есть, ну, кошка-то понятно, что... А кафе это более сложный раз. Вот он сначала придумал, где она у него сидит, да? А дальше, знаете, я вот такую метафору использую в ремонт квартиры. Все занимались как-то этим, наверное? Мы будем считать, что те, кто не занимался, представляют себе. А дальше, значит, должен быть какой-то инвестор. Ну, допустим, вот нам надо вот квартиру отремонтировать. Мы вот пришли к архитектору и сказали, ты нам дизайн сделай. Так? И вот у него возник вот этот образ, как должна квартира быть отремонтирована. И, может быть, он даже уже отрисовал нам эскизы и уже показал. Ну, нам вообще хотелось, но у нас представления не было. Поэтому мы у нас архитекторов спросили. А мы сами инвесторы, то есть мы деньги на ремонт даем. А дальше мы сами ремонтировать не будем, мы найдем строителя, проработка. Значит, у него будет свой взгляд. Мы ему хотя бы картинки дали, но он-то знает, что ему придется со своими материалами работать, что у него там строители определенные, и хорошо, если те, которые ремонтом занимались, а, может быть, приезжие, которые вообще никогда красиво квартир не видели, и они, значит, будут по-своему строить так, как они сами себе представляют. А дальше нам еще нужен вот этот фокус потребителя, кастомер-фокус. Я считаю, как раз в дизайн-нашлении оно вот в этом месте находится. Потому что, ну, вот у меня еще брат вдвоем, он там два метра ростом, но мне надо обязательно сделать косяки дверные выше, чем обычно, потому что иначе он головой будет струбиться. Ну и вообще вот все сделать удобно, чтобы я сам тоже пользовался, не так, как мне дизайнер нарисовал по его представлениям красиво, а так, собственно, мне нужно, чтобы он не просто был дизайнером, а дизайнер-наслитель, чтобы увидеть, а, собственно, как я буду всем этим пользоваться. Значит, а еще есть такой, я называю фокус best practice. То есть, а что вообще лучшее есть в мире, чтобы сделать этот ремонт дешевле, качественнее и красивее, какие материалы есть, так, в общем, чтобы мне через два года все не переделывать. Ну или вообще не влететь к деньгам, потому что, в общем, есть какие-то новые, более дешевые материалы, более практичные и так далее. Ну и, собственно, должна быть такая позиция такого председателя совета директоров, для своего небольшого предприятия, который позволяет вот этим всем договориться между собой. Потому что ведь архитектор, он же сделал, ну там, все эти ручки дверные, знаете, с золотом, то есть он вот так вот это все увидел. А инвестор в этот момент говорит, слушай, вот давай что-нибудь по-простому сделаем, чтобы просто вот ходить и пользоваться. Потому что у меня на ручки с золотом нет. А прорак говорит, слушай, а мы вообще сейчас самые дешевые купер, а переведитель говорит, а мне самые дешевые не надо. Ну и, собственно, вот эта шизофрения по поводу деятельности, она, если человек предприниматель, она происходит каждый раз у него внутри себя. То есть вот когда я занимаюсь, у меня юридическая компания, я говорю, я собой как инвестор, собой как директор, как инвестор очень недоволен. Потому что меня больше интересует best practice, на потребителя я вообще на своего внимания не обращаю, потому что считаю, что я очень хорошо делаю. Ну и, в принципе, этого достаточно. Думаю, что работа моя как руководитель компании, она не удовлетворительна. Потому что я уже как инвестор собой недоволен. Хотя, в общем, когда я все задумывал, я более-менее так и реализовал. Ну, то есть, смотрите, вот эти все позиции, они захватывают деятельность. И очень важно для меня, и что я пытаюсь как бы донести, что существуют вот несколько этих позиций, а Microsoft и Oracle, например, советуют, при работе над проектом, именно таким образом разделять позиции внутри рабочей группы, которая работает над проектом. Ну, похоже, может быть. Почему? Потому что, собственно, потребитель, хотя и не работаю в компании, ну и вообще, каким боком потребитель к компании относится. Собственно, до 50-х, где-то, годов прошлого века, 20-го, в котором мы родились, вообще никто не обращал внимания на потребитель. Форд говорил, у меня лучший автомобиль, потому что он один и черный. Одна модель и черного цвета. И все. Ну, и у него была компания на много миллиардов рублей. Доллар. На много миллиардов долларов. А потом приходит General Motors, и у него 500 оттенков цвета для каждого автомобиля. 500. И пять моделей. Chevrolet, Cadillac, Panthea, по-моему, и еще два, которых я не помню. Для тех потребителей, которым, ну, в общем, по карману одна из тех моделей. Он говорит, мы продаем мечту. То есть мы продаем тот автомобиль, который мы еще не выпустили. Вы можете выбрать любой цвет. И меняется идеология вообще управления и организации предприятий. Впервые фигура потребителя в 50-е годы выходит на первый план, и, ну, появляется вот этот вот тип мышления, который мы сейчас называем дизайн-мышлением. Потребитель решает, какая компания будет жить, а какая не будет. Они директоры. Позиции инвестора. То есть хорошо, если ты их акционер, и у меня безграничные ресурсы, я вкладываю столько, сколько хочу. Но инвестор в любой момент может прекратить финансирование компании. Я могу в любой момент прекратить финансирование своей собственной компании. Бак может разорить любую компанию, если, по сути дела, там взят кредит и дела пошли не там. То есть тут тоже не работает компания, но он влияет. А самое интересное, я считаю, что только сейчас, в конце 20-го века, мы начали на это обращать внимание. Будущее стоит настолько близко к любой компании, которая начинает чем-то заниматься или уже занимается, что на него невозможно не обращать внимания. По сути дела компании, которые выпускали в 90-е годы пейджеры, начали заниматься и даже не могли себе представить, что через 5-10 лет ни одного пейджера, собственно, не будет ни у кого даже близко. Или там компании, которые занимаются телефонной связью, как страшный сон воспринимают мобильные телефоны. А сотовые компании уже должны начинать дорожать, ну уже давно должны начать дорожать от того, что пришел Skype сначала, а потом все эти сервисы интернет-телефонии. И если Google сейчас покроет, а такой проект существует, в сотрудничестве с канадской компанией весь земной шар Wi-Fi, то, собственно, зачем нужны эти сотовые башни, через которые мы осуществляем вот эти звонки по GSM-портаторам. И, собственно, вот эти частички будущего, они так разбросаны по миру и находятся как лучшие практики, которые, ну, где-то возникли, и мы их уже чувствуем, но если мы перестаем обращать на них внимание, то нашему бизнесу рано или поздно, в общем, приходит к рынку. Ну, в общем, вот такая картинка того, с каких разных позиций можно смотреть на деньги. Ну и, по сути дела, инвестору тянув по хорошему кофе на эти лучшие практики или там на фокус потребителя, ему деньги нужны, потребителю, соответственно, абсолютно не плевать на лучшие практики, ну, в каком-то глобальном масштабе. Ему нужен удобный сервис, удобный продукт. Архитектор, ну, картинку еще представляет у себя в голове, по сути дела, он эти фокусы никакие не держит, его вот что-то другое интересует. Ну, а когда мы посмотрим на фокус директора, его, конечно, больше интересует организационная структура, финансовые затраты, организация процессов производства экономики. То есть, смотрите, каждый занят здесь своим делом. И каждый смотрит на эту деятельность по-разному. По сути дела, в игре, которую мы проводим, мы стараемся за столом из шести человек распределить эти фокусы. То есть сказать, ты должен думать как инвестор. Но это сказать очень тяжело, поэтому мы там специальные какие-то процедуры делаем, чтобы человек у себя почувствовал инвестор. Например, даем ему бумажные какие-нибудь деньги. В другом говорим, слушай, у тебя будет компания, ты должен смотреть как лучшие практики, давай придумай, как бы самсунг этим занимался или гугл. Который административный директор ему говорит, ну, давай тут расписывай, какой финансовый план, бюджет и так далее. И вот, а потом эти люди все за столом встречаются, а они же про одно и то же думают. И им приходится как-то согласовывать все эти позиции для того, чтобы выстроить экшен-план. И на это все меня натолкнула система мыследеятельностных подходов. Вот вкратце все. А где что посчитать можно? Чуть-чуть более, ну, только популярное скорее. Сколько сейчас времени у нас? Без 15. Без 15 и что? Без 15 и 9. Без 15 и 9. Как у вас это отличение. Ясно. Давайте сделаем следующим образом. Возьмите листочек и попытайтесь за своим столом собрать какую-то сборку то, что я вам рассказывал. То есть, что каждый из вас услышал и считает важным для себя. Расскажите друг другу, кто, о чем я вам рассказывал. Каждый из нас или группа? Группа, группа. Ну, то есть, внутри сделаете какую-то схему, а потом мы обменяемся этими представлениями, которые мы... Плохо скажем. Нет. Наши гости! Да, какие-то такие вот вещи нахожу в голову и не по-другому. Садитесь, садитесь, садитесь. Вам, правда, Menge и быть. Садитесь, садитесь. Мы просто все, не подходим к 12. Находим к 10 минут, надо садитесь, садитесь, садитесь. А там, как вас работают, 13 месяцев, Садитесь, садитесь, садитесь. А меня вы, не знаю, что такое бытечение, Товарищи вам. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...